Технический прогресс завоевывает новые рубежи тогда, когда каждый на своем рабочем месте стремится применить добытые наукой знания. Работники Московского автозавода имени Лихачева стали инициаторами социалистического соревнования за ускорение внедрения в производство достижений науки и техники. Почин автозаводцев, одобренный Центральным комитетом КПСС, подхвачен многими трудовыми коллективами. Говорит главный инженер завода Виктор Лаврович Мельников. В нашем производственном объединении наука является большой производственной силой. Не просто научной, а именно производственной. Я не ошибаюсь, когда это говорю. У нас на заводе создана своя система разработки и внедрения достижений науки и техники в производстве. Основные положения этой системы заключаются в следующем. Первое – это плановость работы. Мы составляем пятилетние планы разработки и внедрения достижений науки и техники в производстве. На основе этого пятилетнего плана – годовые планы. Вторая сторона, своеобразная, заключается в том, что у нас созданы научно-исследовательские ячейки практически во всех производственных подразделениях и, в первую очередь, в инженерных службах. Это, в конечном счете, приводит к сокращению сроков разработки и внедрения достижений науки и техники. Но наши работы тесно связаны с работами большой науки. Мы ведем активную работу более чем с пятьюдестью научно-исследовательскими институтами. Нам удалось за сравнительно короткий, на наш взгляд, период, за пять лет всего, разработать, построить, испытать и с хорошими результатами автомобили для Камского комплекса автомобильных заводов. Проведены очень серьезные разработки, конструкторские и технологические, такие, как разработка новой конструкции карданных валов, которая в четыре-пять раз повысила их ходимость. Такие работы, как разработка новых материалов стали для шестерен автомобилей, для картеров задних мостов и целый ряд других примеров. За пятилетку от научно-исследовательских разработок мы получим эффект в сумме около 29 миллионов рублей. Одна за другой с главного конвейера сходят машины, отмеченные государственным знаком качества. Но творческий поиск продолжается. Каждое рабочее место должно стать стартовой площадкой технического прогресса.